здравствуйте дорогие друзья в прошлом видео мы с вами с помощью консервной банки и увеличительным стеклом от вот этого помощника для паяльников сделали насадку на на тубус и в общем-то эксперимент прошел удачно я это показал вам но дело в том что я не люблю времянки как бы это ну не серьезно это все пусть хоть и один раз буду всего пользоваться но после того как я попробовал я понял что я не один раз буду пользоваться я понял что я сделаю две как минимум две таких и поэтому пришло решение следующее те кому нужна времянка те могут вот я говорю купить такие сейчас поближе покажу а я вам показал поближе вот эти вот вещи так потом в откликах я нашел что хорошо бы поставить объектив и какую-то направляющую где можно было вставить там различные фильтры и габо сейчас покажу поближе то есть посоветовали поставить сюда на это место объектив а за ним вот допустим поближе покажу фильтр какой-нибудь или габо и с помощью него собрать ту же самую систему вот она кстати это тоже одна из подсказок там же где я покупал эту сантехнику там есть специальная смазка для этих то есть вот видите теперь хорошо стоит марлей называется для дмитрий то есть смазка на всякий случай покажу вот вот так называется так и вот теперь как бы да все хорошо быстро она здесь мы поставили фильтр я даже вот крестик нарисовал чтобы проверять как это будет сзади опять же такую вот насадочку сюда и все казалось бы да но ребят фокус не сработал дело в том что я потом попытался дальше это поставить я сделал здесь еще одну щель и поставил дальше вот тут видите вот пропил такой и сюда я ставил я нашел то фокусное расстояние но проблемка в том ребята что в линзе вернее в объективе слишком много линзи то есть здесь надо совсем простенький наверное объектив но это опять же объектив его жалко поэтому я так и остановился на своей прежней версии то есть вот поставлено всего лишь одно стекло так я покрасил эти трубочки вот эти вот обычные сантехнические прибамбасики муфточки всякая такая ерунде но я уже показывал это в одном из видео да но я хочу это сделать отдельно и заголовок отдельный чтобы человек быстро нашел если что и вот теперь когда я это все дело покрасил одеваем это сюда это одеваем сюда и все ребят вот так она выглядит наша система которую опять же мы можем складывать какие-то габу самодельные также сюда можно положить между и у нас будет голубое там но сейчас не видно единственное что ребят я вам посоветую и сам буду это делать то есть вот как сейчас смотрится довольно таки прилично надежно смотрится я повторю еще раз что вот этот вот патрубок он называется сейчас секунду HTSDN на английском на немецком 50 дробь 50 вот этот патрубок у него вот здесь 6 сантиметров вот этот патрубок а этот патрубок он называется он называется так сейчас секунду HTSDN 50 таких нужно две это одна одно одну лупу вот отсюда и для того чтобы насаживать скажем так вот на какую-то деталь вот допустим эта деталь была немножко больше я брал фен промышленный вы можете допустим горячую воду посадить и таким образом зажать тот же самый вот видите это насадка насадка уже это насадка родная только я ее сейчас это сделал натянул на нее вот этот 6 сантиметров в диаметре он чуть-чуть был маленький а он нагрел вдавил и теперь сидит насмерть так вот о чем я хотел сказать о том что есть опасность что здесь возникнет довольно таки сильный как немцы говорят хайсштал то есть хайс горячой штал пробка да пробка такая горячая будет да воздуха и это может повредить вам вспышку она просто не выдержит поэтому я советую вот здесь вот по краям сделать отверстие просверлить просто дырочки я я это сделаю тогда я уже буду за вспышку спокойно для того чтобы поставить сюда линзу она точно подходит от вот этого приборчика на алиэкспресс я думаю там может за 4 евро его купить недорогие так она точно сюда подходит но чтобы она не выскочила я ее придавливал вот такой патрубком так секунду он называется просто хт дн это 50 дробь 50 ф то есть кладете сюда стекло придавливаете этой штукой и все если будет еще немножко люфт то можете здесь что-то проложить такое типа картонки может быть и придавить я делал немного сложнее я разогревал и вгонял по самому дальше но это было проблематично ребят поэтому самое простое тут есть бортик у этого он садится он хорошо и я думаю он будет держать ваша стекло вполне а это уже изыски ну вот дорогие друзья в итоге мы получили вот такой солидно выглядишь прибор банка упала не страшно она мне уже больше не нужна то есть я вам горячо вот этот эту прибамбасину советую и под конец естественно покрасьте ее матовой краской чтобы она уже действительно солидно выглядела она потом облезет но в начале можете показать вот какую я замечательную штуку сделал ну вот и все дорогие друзья надеюсь что я еще много раз буду обращаться к этой теме и буду показывать этот гиперполоид как его назвали в детстве ну а с вами я прощаюсь до пятницы в пятницу перед отъездом я еще проведу фото посиделки и отправлюсь на юг пока